Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый Всё так, всё так, в эфире программа «Союз нерушимый». Здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, уважаемые гости, которых мы сейчас, безусловно, представим. Здравствуйте, Азиз Алиевич Агаев. Здравствуйте. Добрый день, мы с вами месяц не встречались в этой студии. Да вы что? С чем это связано? Связано с отпуском. Да нет, связано с горестными событиями. Хорошо, не будем затрагивать эту тему. Но, наконец-то, мы собрались всё-таки все вместе здесь. У нас действительно союз нерушимый. Мы продолжаем затрагивать тему культуры, обычаев, традиций, народностей, населяющих наш регион, Кировскую область. У нас сегодня, знаете ли, очень вкусная тема. У нас сегодня вкусная тема, потому что мы выбрали тему кухни, национальной кухни русской, азербайджанской и татарской. Вот так вот. Слушатели, пусть у вас с этого момента начинают стечь слюнки, что называется. У нас из блюд, представленных за нашим круглым столом, ну, не так много, но большое спасибо Луру Гусейну за то, что вот восточная азербайджанская сладость, одна из самых известных... Пахлава. Пахлава. Это сладость, да? Да, конечно. Да, сладость. Кондитерское изделие. Причем азербайджанская пахлава. Пахлава есть узбекская, турецкая. Я не знаю, татарская есть. Татарский, арабский. Ну, он восточные блюда, в принципе, на разные, и в Иране делают. Я прошу прощать, давайте все-таки представим всех. Вот с Лунура начал. Лунур Гусейнов, член общественной палаты Кировской области, президент Кировского благотворительного фонда «Азербайджан». Именно он сегодня будет отвечать у нас за азербайджанскую кухню. Там, главным образом, добрый день. Постараюсь. Да, вы уже слышали голос Габдунура Камалодзина, муфтия Вятского с 1999 года по 2013 год. Он сегодня у нас отвечает за татарскую кухню. Почему? Да потому что в свое время в Ижевске вы, Габдунур, получали образование по технологии приготовления пищи. Да, я учился в Ижевской техникум советской торговли. Тогда еще техникум был, в принципе, да, действительно, я учился на технологии по приготовлению пищи. А в январе этого года вы в нашем городе открыли кафе татарской кухни. Да, татарской кухни. В принципе, это на основе татарской кухни. Это был фастфуд, в принципе, в центральном рынке. Но я сейчас уже там закрылся. Скоро будущее, ну, скоро, в ближайшее время, буквально за неделю, собираюсь открываться у танка. Новое, тоже, в принципе, направление татарской кухни. Ну, и, в принципе, некоторые блюда, которые известны всем, например, как лагман. Так, поподробнее обо всем чуть позже. Еще одна наша гостья. Наша гостья здесь, представляете? Ирина Тружкова. Добрый день. Да, член рабочей группы по межнациональному и межконференциональному сотрудничеству Общественной палаты Кировской области. Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой антропологии, этнологии и культурной антропологии. Ну, и специалист сегодня по русскому национальной кухне. По русской, да, можно по финно-угорской кое-что добавить. Честно говоря, для меня это неожиданность, что вы и в кухню тоже, это сфера ваших интересов, потому что в нашей студии встречались по далеким темам. Ну, часть любой культуры этнической – это национальная пища, национальная кухня, поэтому, если мы изучаем народы в целом, это один из компонентов культуры каждого народа. Ну, давайте уж, мы с вас начали, буквально две минуты об основах русской национальной кухни. Можно ли тут известную поговорку применить «щида каша – пища наша»? Ну, в принципе, можно. Это такое, как бы, расхожее словосочетание, некая формула такая. В принципе, русская кухня, она, с одной стороны, похожа на разные славянские кухни, с другой стороны, в ней есть региональные отличия. Я предлагаю, как бы, больше остановиться. Славянские, я напомню, что у нас три ветви славян. Южная, западная и восточная. Западная и восточная. Мы как раз восточные. Русские – это восточные, как украинцы и белорусы. Вот, ну и русский народ, он занимает такую большую территорию, поэтому в его кухне тоже есть региональные отличия. И можно остановиться именно на вятских традициях кулинарных. Вот, ну что тут можно сказать? Ну, наверное, вот и у русских вятских, как и у других народов, и в других частях русского народа, кухня – это экологически чистая, это вообще здоровый образ жизни. То, что вырастили, то и на столе. Да, да, да. Никаких там, конечно, нет химических добавок, ничего не было, поэтому люди жили очень долго иногда. Нет, вот давайте так. Мы говорим «вятская кухня». Да. Первая ассоциация. Ну, вятская кухня у русского населения – это прежде всего разные виды хлеба, основанные на чёрном хлебе. Ржаной хлеб и картошка. Нет, ну, до картошки давайте потом чуть дойдём. Значит, ржаной хлеб… Картошка чуть позже появилась, мясо в историческом аспекте. Потому что холодно. Да, нет, ржаной хлеб – это витамины группы В, а группа В витаминов отвечает за иммунитет, поэтому если есть больше чёрного хлеба, понятно, что здоровье будет лучше. Да бог с ним, с витаминами. Я простой человек, мне вкусно поесть. Давайте вот ржаной хлеб, потому что многие любят ржаной хлеб. Да, чёрный хлеб – это же наше всё, какое белое, не очень. Хорошо, а дальше что дальше? Потом разные блины, пироги. Вот сколько мы ездим в экспедиции, и с нами, если ездят наши иностранные коллеги, они эту тему русская, авиатская кухня так любят, потому что они её любят на практике. Всё кушать, пробовать, всё экологически чисто, им очень интересно. Потом, конечно, вот эти супы. Очень много второго как такового не было. Были супы, очень большое количество начинки, так скажем, овощей, картошки, мясо, кусками. Ну это да, вот когда европейцы в гости приезжаешь, и супы там начинаешь варить, они таких супов и не знают, какие есть. Да, у них одна вода, суп там, две морковинки плавают, квадратики. Но вот смотрите, они ещё говорят, что вот называют блины панкейком, говорят. Это от нас вообще блины. Нет, ну как бы пусть так говорят, мы с нами знаем про себя. Они также говорят, что кефиры это мы у них заимствовали. Я говорю, у нас просто кваша была вообще чуть ли не тысячелетиями. Вот вторая составляющая это мясо, причём мясо это, понятно, говядина, свинина и баранина. Вот некоторые говорят, что баранина это как бы только вот южные народы, мусульмане. Но как бы у русских вятских тоже как бы овечек держали. Почему? Потому что этих холодильников не было, а овечка эта маленькая тушка съел как бы и вот как бы в этом было рационально. И потом его в русской печи так парили, что и даже баранина была мягким мясом, а не так, что вот считается, что она в разваренном виде. И ещё большая составляющая русской вятской кухни это кисломолочные, не просто молочные, а кисломолочные продукты в разных ипостасиях. Вот я говорю, тут иностранцы тоже как бы для них это рай. И есть и кефир, и простокваша, и сметана, и топлёное молоко, и сыворотка там. То есть это всё, это отдыхает. У них только милк, бата и скрим, да? Молоко мы имеем в виду коровью, да? Да, да. В первую очередь. Ну и козья ещё, козья ещё, козья очень полезная. Да, козья ещё, да, да, да. Вот поэтому, ну как бы кобыли, это вот на самом деле южный народ. А вот скажите, почему вот с сырами, значит, вот какие-то есть вопросы? Сыры тоже. Почему у русской культуры сыров мало? Нет, сыры есть, но сыры были мягкие. Это как бы прессованный творог был. И даже вот сыр по-вязке в Котельнинском уезде называли грудки. То есть очень такой спрессованный творог, и его заворачивали в марлю, и как раз был такой мягкий диетический сыр. Грудки, это походит на женскую грудь? Может быть, я не знаю. В общем, ну, тем не менее... Сегодня у нас культура еды. Я вот, Ирина Юрьевна, я поддерживаю, в Азербайджане, в Азербайджане тоже есть сделано из молока, груд называется таки. Его как бы ставят перед солнцем, сушатся, и потом зимой растапливают. Курт ещё назвать его. Курт, курдук. То есть, смотрите, у разных народов рациональное, похожее, да? Там тоже на женскую грудь похоже, кстати. Ну, может быть, молоко, кормящая мать, как бы, вот, может быть, из-за этого, то есть, как бы, да? То есть, видите, если мы бы сохраняли этнические свои традиции, традиционные ценности, как сейчас говорят, даже в питании, может быть, мы были здоровее. Елена Юрьевна, а можно вопрос? Да, ещё один, и будем мы уже к татарскому кухню переходить. Да, вот приезжает к вам дорогой гость, вот, первое, что на стол? Ну, сейчас-то мы уже, как бы, современные люди, что на стол, как бы, современные традиции. А раньше, вот, в русских вязких традициях, конечно, вот, на свадьбу были большие столы. И средние крестьяне, ну, у него на свадьбу было несколько перемен. Это не просто что на стол, а вот, например, какие-то блюда стоят в количестве 10 штук, и вот, разновидности, и полностью их 10 менять разных, вот, например, да? То есть, вот столько было вариантов разных кушаний. Вы знаете, если проводить параллели между русской и азербайджанской кухней, между русской и татарской кухней, то много общего, в первую очередь, конечно, с татарской кухней. Но ввиду того, что Лунур, наш гость Гусейнов, собирается покинуть нас минут через 15, вот, я прошу прощения у Габдунура Камаладина, хочу всё-таки вот об основах азербайджанской кухни, в первую очередь, поинтересоваться Лунура. Ты очень хорошо сказал, что есть схожисти как раз и русской кухни, культурой кухни, да, азербайджанской. В том числе мы тесно побратимы народы с татарами, потому что они тоже относятся к туркоязычному, скажем, течению, и азербайджанцы тоже, да, азербайджанским туркам мы подчиняемся, а тут кепчакские турки. У славян три направлены, у нас где-то много их, но основной это кепчакские и агузские, основной два. У славян как вот три ветви, да, славянцы. Да, но у тюркских это два. Там эти были братья, агузские турки относились, вот этих братьев ушли, там, по географическим потом ценностям их поделили, там, кепчакские турки, агузские турки, вот мы, братья, практически, очень много схожих, даже язык у нас схожий, иногда хаджа говорит, ботаташки, я понимаю. Тюбетик у нас одинаково с азербайджанцами. Хорошо, давайте кухню, кухню, къедем. Учитывая вот те моменты, вот, знаете, в Азербайджане постсоветское время и сейчас тоже около 112, сейчас уже прибавляется, там, китайцы, индийцы переехали, уже седло образ жизни ведут Азербайджане, да, там, являйтесь демократической страной, около сейчас 115 народных проживает, из каждого что-то взять в свое время, а деревни, народами, как я говорил, что являются оузские турки, хазариты называли нас. Вот оттуда как раз многое как бы сохранилось, кухни до наших времен дошли. И сегодня я уже видел, как сладости, да, здесь представили, пахлава. Я хочу о нем говорить, потому что это очень традиционное, скажем, можно, блюдо, сладости. Несущее определенную смысловую нагрузку, да? Да, смысловую нагрузку. Это сделано из семи слоев теста. Почему именно семь? Ну вот тут тоже есть... Такая священная цифра. А, тут тоже есть открытие, позже дойду до этого, из семи слоев теста. Специально с меда, с кефира, как говорили в Азербайджане раньше, как бы кефир готык назвали, да? Из готыка сделано. Он чем-то отличается? Да, он отличается. Там, ну, кефир, он немножко более такой жижий. Кефир это больше на простоквашину похож. Да, а готык это более жирный. Донор дополнение, да? Да, жирный такой вот сделан. Грецкий орех натуральный. Кефир это больше айран похож чем-то. Ну, у нас кефир, да, на айран похож. А, значит, грецкий орех, соль, там, корица. Видели, что песок? Ягодки какие-то. Нет, 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 это грецкий орех. Это грецкий орех. Эльнур, ну, вот сейчас вы вот рассказываете про слои, про там, ну, люди там, понимаете, слушают и думают, куда бы... Чтобы визуально знали. Ну, да, ромбик посередине, орех, семь слоев между ними, там, я хочу другое спросить. На самом деле, нет, я, давайте, напомню про видеотрансляцию, она все-таки есть на сайте. А, есть, да? На сайте kirova.ru. Ну, ладно, не смотрите, а то потом слюнями можно... Можно взять покушать, как раз время обеда, в принципе, давайте, угощайтесь, покушайте. Оцените вкус, пока я рассказываю, Азиза Леич. Да, Азиза Леич, оцените. Красивый, да, красивый пахлавый. Угощайте гостей. Спасибо, да, да. Значит, пахлавой делается только по праздникам. На свадьбах. Особенно Навруз-Байрам у нас очень традиционно отмечается. Навруз-Байрам... Когда он отмечается? С 20 по 22 марта. Как бы день... Праздник весны, может быть, да? Праздник весны, да, равноденство. В том числе, как говорится, да, там в свершениях книгах, что день и ночь равняются в этот день. Люди становятся... Раньше просыпаются, птички начинают петь. Больше работать. Ну, это светский праздник, это не исламский всё-таки праздник, скажем. Вот дело в том... Там же не просто 20-й удастся, там ещё 4 четверга вперёд. Там стихию воды отмечаем, стихию... В общем, целый март месяц является традиционным праздником. Не работаем, только отмечаем праздником. Это шутка. Вот как раз по этим праздникам пахлава, не только пахлава, там шахирбура, шринчуряк, готовится. И как раз для людей, для гостей угощением является. На свадьбах готовят. Где-то там какие-то праздники, обрезания делают. А можно я несколько вопросов тебе задам, Эльнур? Азерсалют. Тебе как специалисту, я вот не очень как бы... Ну, я не специалист, но... Ну, всё равно. Вот когда в гости приходят к азербайджанцам, некоторые сначала разочаровываются, потому что на стол сразу ставится чай. Они думают, что нам же, уходить, что ли? Это вот это тоже. С чая начинается травмиза. Вот почему это? Вот я скажу, я скажу. Вот любого человека, если там кто знаком азербайджанской культуры или друг семьи кто-то в Азербайджане, чай очень как бы ценится, потому что у нас есть чайниплантации, блинкоране большие, ещё в советское время азерчай там популярные. Они функционируют и в настоящее время, да? Да, до сих пор работают. Я удивлён, что до сих пор как бы, что у нас в России очень мало продаётся. А где в Кирове можно приобрести азербайджанский чай? В магазине «Диоланд» продаётся азербайджанский чай. Вот он самый настоящий, натуральный, прямо вот оттуда. Вот если возвращаться вот как бы к сладостям, то смотрите, опять же такая параллель. У каждого народа исконного с земледельской культурой сладости, сакральные, религиозные блюда, связанные с хлебом, да? То есть вот здесь сладкий хлеб, так скажем, мучное. Мука-то была священная, естественно. Да, да. То есть вот даже вот этнографы так оценивают, у того народа, у которых развита вот эта мучная кулинария, это те развитые народы. Их нельзя там сравнивать с отсталами или какими-то. Которые собирают, что попало, и из чего попало готовят себе пищу. Да, 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 и которых надо как бы цивилизовать или там ими руководить, да? Вот, вот. А у тех, у кого вот сакральная пища связана вот с хлебными, со злаком, с зерновым, это они очень развиты, у них старинная культура, и в принципе, и не надо им навязывать ничего своё, они сами давно-давно цивилизованы. Вот, и я вот к этому скажу, что в азербайджанской кухне очень развита, вот, мучная культура. Учитывая то, что в Азербайджане пахлаву очень по-разному тоже готовят, разные районы, разные традиции, и по-разному готовят. Вот, есть генджинские пахлава, совсем другой вкус. Есть шикинские пахлава. Это что означает эти слова? Это как бы местность, это город, бывший Кировобад, Генджа. Там генджинские пахлавы совсем по-другому готовятся. Там на мёде всё, очень вкусная пахлава, различается. Это традиционно азербайджанская пахлава, все народы готовят. А есть ещё шикинская пахлава, тоже там из стружки сделана, она похожа немножко на турецкую пахлаву, но тоже очень вкусно. Так что там миндаль, здесь орех, а там миндаль вставится. Так что, приглашаю, в принципе, можно кушать эту пахлаву в кафе Диоланде, в Кирове, и спасибо кафе Диоланде, они предоставили пахлаву мне. Спасибо, безусловно. Да, безусловно. Ну и однажды представители, всё-таки сотрудников кафе Диоланде. Мы тоже будем ждать, потому что на кухне можно говорить очень долго. Главное, пробовать. Я всё-таки хочу скоро дать слово Габдунуру Камаладзину, но перед этим, вот мы начали с пахлавы, со сладостей. Давайте что-то посытнее это что-то. А пищени, например? Нет, безусловно, баранина. Баранина, вот я скажу. Свинина нельзя. Нет, в Азербайджане, учитывая, что большинство населения мусульманы из шиитской течения, там свинины практически не едят. Но есть там определенные места, населенные пункты, там до сих пор Советский Союз остался, там живут малаканы, которые переселились в её предстоятельство. Давайте назовём, у нас есть в Азербайджане единственный колхоз. Колхоз, который остался только под гарантию президента Алиева. Потому что такой организационно-правовой формы юридической нет. Но тем не менее он называется колхоз, имени там кого-то-кого-то. Это село Ивановка, Исмайлинского района. И у них есть спецмагазин в Баку, специально для них отведённый. И весь Баку практически там днюю насуют. Колбасу свежую. И едят колбасу, сметану, там всё, что они готовят. Президент Алиев, молодец. Раз им надо, оставайтесь, пожалуйста. И вино они тоже делают, кстати, хорошее. Ну, я не пью, как бы не могу сказать. Вот там как раз, что всё сделано, определённо на баранина, говядина, курица. Ну, и в том числе, учитывая, что Азербайджан ещё рядом в Каспийском море, через дорогу рыбное очень блюдо, как бы расширенное место удаётся. А то, что вот мы готовим самые сытные, вот Ирина Юрьевна говорит, супы, пяти готовим. Пяти — это из баранина делается, мясо баранина, кюрдук баранины. То есть тоже как печёное, в печи получается. Да, в кюрдук. И специально кюрдук, баранина кюрдук. Кюрдук. Кюрдук, да. Там горох большой ставится туда. И кусочек там, может быть, картошки на любителей, да. Это печётся печи глиновой чашки. Получается изумительный вкус. Я помню, мы позапрошлым годом с Хаджи Габдунуром пробовали. Нечто в горшочке, да? Да, в таком горшочке. Одна порция на одного человека. На одного человека одна порция. Там далеко народы живут, а изнутри столько много общего. Ну, давайте ещё несколько основных блюд азербайджанской кухни. Вот, вот, я хотел спросить, Эльнур. Аналог пельменям нашим есть, нет? Есть, есть. Манты. Нет, нет, нет. Это шпара. Я, Растя Ильич, у нас к нам переехал Юлия Гусман, саламович, мой любимый человек, наставник. Уроженец Баку. Да. Он, когда переехал из Москвы, там созвонились. Я знаю, что он любит тушпар. Он мне звонит, и как раз у них на эхо Москвы Юрий Кабаладзе эфир. Он там ему говорит, знаешь, как красиво, вкусно делается азербайджанская тушпара. А они переехали здесь, и мы их угостили азербайджанской тушпарой. Что это? Это маленькие такие племешки. Типа равиоли. Баранины. Равиоли, кстати, чьё слово? Французское? Итальянское. Это итальянское. Это тушпара называется, тушится в воде специально, и со специальным соусом чесночным поливается, едится. Можно как бы, типа супа можно попробовать, потому что они маленькие-маленькие, да? А можно под дениси покушать? Это как у нас пельмени по-сибирски, да? Да, да, да. С бульоном можно. Вот это есть схожи такие, да, там, в русской кухне. Нет, вы скажите. Ну уж не говоря о плове. Вот мы знаем, там, вот сейчас Эльнур сказал, пахлава, шекербура, там, шоргогалы, там, ещё чего-то, там, на празднике. Шеренчуряк. Шеренчуряк, там. Дальше, плов, там, ну, татаров тоже есть, там, и у других восточных, там, народов. Около 50 видов вообще. Шашлык, машлык. Ну, шашлык, это уже вторичное, конечно. Потом дулма, супы, там, разные. Шашлык, чё изобретение, кстати? Ну, шашлык, слово... Ну, быстро так ответили. Вообще, само слово, это тюркское слово. Тюркское слово. Да, языки пользуются, что это персидское слово, но, на самом деле, там есть приставка «лык», что указывает этот тюрк... Шаш, это палка, по сути дела, в тюркском языке. Да, шаш. Лык, это палочник, получается. Это шампур. Шаш, это шампур. Лык, это, как бы, ну, шампурчик. Жарили на деревянном. Шампурчик, получается. Кто жарит, да? Почему его называют персидский? Потому что персидскими языками слово «шаш» — это шесть. И вот они подумают, что это вот именно от шесть кушетки. Ну, на самом деле, вот именно «лык» выдает того, что это все-таки тюркское происхождение. То есть не от слова «шесть», а от слова «шампур». И поэтому, в принципе, это... Все это указано на то, что... Ну, конкретно это место рождения шашлыка. Ну, это уже никто не сможет доказать. Ну, а в Азербайджане, я могу сказать... Татары говорят, это наши... Азербайджанцы говорят, наши... Нет, мы не говорим, что наши... Нет, имеется в виду в том, что... Я, знаете, что говорю, когда говорят «чье». Я говорю, ты сначала накорми, я скажу «чей». Кто вкуснее будет готовить, знает кто того. Значит, того. Про долму Азиз Алис говорил, да, там тоже спорная продукция. А у нас голубцы. Многие народы... Про долму, про лаваш, про... Армяне там говорят, что это наше блюдо, да. А турки говорят, в том числе азербайджанцы, говорят, что это наше блюдо. Потому как бы... Хаджи правильно сказал про шашлык. То же самое, долма — это слово «долма». Долма, да, тюркское слово. Как бы заворачивание, долдурма там заполняется. Как бы если схожие корни, значит, идёт оттуда, из тюркского... В общем, каждый элемент процесса, вот это очень и так же лаваш. И это обоснованно. Отразился в названии, да. Обоснованно. Сама слово, да. Но я хочу сказать, что что значит, когда человек говорит, что это моё, да, национальное блюдо. Но, извините, люди веками жили на этих землях, вместе, рядом. А они друг у друга всё равно берут. Когда говорят, что это наше блюдо, я говорю, сегодня ты приготовил это твоё блюдо. Завтра я приготовлю этого и твоё. Но вопрос я хочу... Да, да, и скоро нам приобрести рекламу. Значит, вопрос в чём? Вот столько блюд ты назвал, но мне кажется, что каждое это блюдо подаётся по случаю. То есть, скажем, ты каждый день плов не подаёшь. Почему? Естественно, это очень красиво и хорошо, что Азида Леонидович напомню, вот, допустим, плов, пахлава, мы о сладости говорили, да, это только по праздничным случаям. Или когда высокий гость, какой уважаемый человек. Или, допустим, плов готовится в семье, если кто-то переезжает, допустим, издалека, родственник, уважаемый человек, там, с друг семьи. Это в честь, уважение плов всегда в каждом азербайджанском доме готовится. Если любой гость переехал без плова, пока вас не покормят, чаем не напоят азербайджанское вкусное. Наверное, так же. И не будут пускать, скажем. Надо обязательно пробовать плов. Кроме плова ещё много видности готовится. Азербайджан вообще там развита в этом случае, да, там, одним блюдом домой заходишь, в любой дом зайдёшь, если в гость идёшь, заранее готовится. А когда долгожданный гость, например, обязательно барану, унок, значит, там. Долгожданный, это тот, которого давно-давно звали, звали, звали. Дорогому гостю голову дают, насколько я знаю. Мне просто вот как бы вот жертву приносят, что наконец-то вот как бы. Курбан делают, что наконец-то перешёл. И там уже начинается свежий шашлык-машлык и всё, что угодно. А что, кстати, губдунура означает? Дарение головы. Ну, это у татар нету, но, в принципе, оно на Кавказе, и у казахов эта традиция существует. Это как бы, ну, откуда я это не знаю, конечно, но есть такая традиция, когда дорогой гост приходит, голову дают, имеется в виду, наверное, самый главный человек. Ну, символ какой-то, да, голова, глаз. Это не то, что он должен его съесть. Ему просто преподносит, он там срезает кусочек и съедает. Вот как у русских, как говорится, да. И потом он по своему усмотрению может уже распоряжаться. Мы, допустим, татары, когда гость приходит, там, вот, чак-чаком, русский, там, каравай, там, допустим. Ну, это вот что-то такое традиция принятия гостя, как говорится. Ну, давайте уже о татарской кухне после перерыва начнём, вернее, уже продолжим. Кое-что мы сказали уже об этом, наш разговор, перерыв. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый. Ну, наши гости уже лакомятся пахлавой. Приятного аппетита. Используем небольшой... А вы почему, Володя, не лакомаете? Ну, вы знаете, я как-то сначала работы на радио, у меня какая-то такая вот традиция, не знаю, ну, шутка, радиоведущий должен быть голодным. Ну, вы волевой человек, ну, тут такое вкусное зима. Чтобы ничего не... Да, ничья в голове не отвлекала. Кстати, мы можем нашему звукорежиссёру предложить. Звукорежиссёр, Влад, подходи, бери, пожалуйста, со стола. Вам можно за столом работать рабочим? За рабочим столом вам можно? Можно, да. Он интенсивно кивает, значит, нам придётся... Да, вот Азиз Алиевич пошёл уже угощать нашего звукорежиссёра по холовой, да. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Габдунур Камалудин Муфтевятский с 99 по 2013 год. В начале этого года Габдунур открыл в кафе в Кирове татарской кухне и будет продолжаться ещё работа в этом направлении. И у нас в гостях Ирина Тружкова, член рабочей группы по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству Общественной палаты Кировской области, доктор исторических наук. О русской кухне, азербайджанской, уже немножко поговорили. Давайте к татарской переходить. Ну вот ранее я упомянул, что русская и татарская очень похожи. Ну, чем отличается, чем схожи с русской и татарской? Допустим, если мы возьмём восточные народы, да, мы уже татары не совсем восточные народы, как говорится, да, всё-таки там кухня становится прежде всего вот особенно сытной блюдой, то есть кухня, то есть речь идёт о сытных блюдах, там всё-таки сперва идёт жарение, то есть жарить и потом уже. А в нашей кухне, конечно, как и в русской, мы всё-таки тушим и варим, как говорится. Вот это особенность, вот схожесть. Есть такие блюда, которые, допустим, пельмени, допустим, да, хотя это финно-угорское слово, насколько знаю, это... Пельмени, хлебные уши. Хлебные уши, да. Ну, что-то такое, да, да, что-то такое, конечно, то есть мы тоже, это тоже и у русских есть, и у татаристов, и у муртов, и у марийцев, и у всех, как кажется, она есть, но помимо этого есть у коми. Ну, в принципе, всех, как говорится, граждан бывшего СССР, она так или иначе существует, допустим, в Средней Азии, на Кавказе, допустим, и в принципе у татаристов, по-моему, это ещё есть, допустим, манты. Манты, но особенность в том, что она на пару готовится. Вот именно на последнее ударение слова, манты, а не манты. Мне кажется, я... Манты, да, манты, то есть там уже готовится на пару, то есть с технологией, допустим, да, оказывается, вот даже недавно узнал, даже в Бурятии тоже что-то есть, она похожа на манты, как говорится, то есть где в Бурятии, где мы, да. А начинка-то везде одинаковая? Нет, ну, начинки разные, может быть, но, кстати, из кабачка тоже, из тыквы тоже делают, кстати, манты, очень вкусно получается. Помимо этого, допустим, есть особенность вот азербайджанская, татарская. Что у нас есть общее? Допустим, айран, допустим, да. То есть и у азербайджанцев, и у нас. Ну, это, по сути дела, что-то на кефир похоже. Лёгкий кефир такой. Кефир, допустим, оно более, да, ну, скажем, густой, а айран более жидкий, допустим. Это как прохладительный напиток, да? Ну, да, это прохладительный напиток. Или, допустим, катык, допустим, да. Катык, вот это по-русски, у русских это простокваша, допустим. Вот тут опять разница. Допустим, у всех основных народов, у которых существует катэк, оно белого света. У татар это все-таки красного света. То есть это именно похоже на простокваши. У русских там, допустим, простокваши. Потому что в печке. Да, в печке томится, и поэтому этот катэк становится красным, допустим. И вот что-то общее. Ну, помимо этого, конечно, у каждого народа есть какое-то фирменное блюдо, которое, как вот сегодня было сказано, ставят, когда приглашают дорогих гостей. Допустим, и сладостей, конечно, всем известно, это чак-чак, допустим. И из сытных блюд, допустим, у нас вот татар балиш есть, допустим. Балиш, оно два вида, кстати. Это что-то мясное тоже. Это мясное, да. Беляш — это маленький. Балиш — это все-таки большой вот такой... Очень похоже на слово подушка. Ну, не знаю, что, но факт то, что... И тоже обжаренный, да? Нет, оно, значит, это, по сути дела, вот то, что готовится в кувшине, это готовится в тесте внутри. И печается в печке, как говорится, и внутри там из мяса, с картошки, там, с разными приправами. И обязательно там в центре бывает, ну, такой шарик ставится, открывается, и туда доливает бульон, и оно как бы там готовит... Доходит. Да. Потом его срезают, вот эти куски этого хлеба дают как бы вместе с этим балишем. Это очень вкусно. Это вот что касается мясного балиша. Есть сладкий балиш, это наподобие плова, то есть плов с рисом, допустим, у азербайджанского. Он чем-то похож на азербайджанский плов. Азербайджанский плов, он готовится, допустим, в чугуне, скажем, да. Ну, на огне все равно. Ну, на огне, да. А наш балиш вот этот из риса точно так же с этими сухофруктами готовится, но опять-таки закрытый в тесте, так скажем. Вот, в принципе, методика... А у азербайджанского плова тесто внизу, как бы, на самом низу. А у нас полностью закрывается. Вот вы сейчас в эти блюдах, о которых рассказали, это все обыденные или еще не праздничные? Не обыденные. Конечно, ты каждый день готовишь, будешь разоришься, как в шутке я говорю, да? Ну, просто, во-первых, только этим будешь заниматься, конечно. Нет, это, конечно, не каждый день готовится. Это по праздникам, когда приезжают дорогие гости, то есть, когда ты ждешь кого-то. Ну, у вас можно будет в кафе вот заказать? Ну, для этого, конечно, у нас еще пока не позволяет технологические, ну, и определенные требования с санэпидемистанцией, поэтому у нас пока больше нацеленно... Остается напроситься в гости только. Да, остается только напроситься в гости. Естественно, кулина... Ну, то есть, мучные изделия тоже у татар очень много, допустим, да. Вот, в принципе, сегодня известный чебурек, допустим, мало кто обращает внимание, даже у этого шутки есть. Это тоже тюркское. Это золотородинское, татарское блюдо, в принципе, очень сильно распространено у крымских татар, в принципе. Оно, допустим, даже... Есть даже шутка, там, когда этот один из юмористов назвал, из забытых рецептов золотой орды, так называемый, да? А почему именно вот чебурек вот именно такую-то форму получил? Вот обязательно тесто постное, раскатанное, туда мясо, зелень? Оно не постное, оно именно с кипятком его обжарит, тесто готовится с кипятком, то есть именно наливается кипяток. Кипяток вливается, да. То есть не холодная вода, а именно кипятком делается. Ну, почему это надо спрашивать тех, кто это сделал? Скорее всего, практичнее было, потому что человек идет по степи, как говорится, да? Да, ему какие-то острые и те самые большого объема какие-то залежи пищи трудно носить, а здесь оно такое рациональное по форме и питательное. А, кстати, чья кухня практичнее в том плане, что вот быстро-быстро-быстро приготовить? Быстро-быстро-быстро приготовить? Ну, на походу, я могу сказать, на походу подходит козы, как говорится, татарская колбаса. Ну, это стандартно, потому что вот козы, вы давайте вспомним, сухой сыр, там, да, сухой хлеб, как бы, вот, чтобы там намочил и... Ну, это уже конские мяса. Ну, вот смотрите, друзья, еще, что у нас тут всплывает, Юрий Иванович. Вот, да, ничего, все нормально. Что вот, когда сейчас мы говорим о истинных там традициях татарской кухни, и все, наверное, зрители, слушатели наши говорят, вот, белеш, беляш там, вот, чебурек, тоже как-то... Смотрите, как вот блюда разных кухонь вошли в наш общий рацион, пусть даже с переделанными названиями. Но мы вот, наверное, многие едят эти белеши, там, в Донаре покупают или где, и не знают, что это вот для каких-то наций исконная пища. То есть так у нас все уже перемешалось. Хорошо, поэтому у нас союз нерушимый. Да, вот, и видите, все хорошо. Кстати, мы вот о праздничных блюдах, да, в татарской кухне, в азербайджанской, да. Повседневная более скромная, да. В русской это национальная. Ну, вот, на самом деле, повседневная пища, это щитокаша. Нет, я имею в виду праздничную. А праздничная, это большая выпечка, это тоже, этот же суп, рыбные, рыба как священная такая пища, и там жители реки, то есть вот тоже, то есть очень вот мясная выпечка, вся эта молочка, везде эти ягодки, какие у нас тут росли, грибы, то есть в большом и более, там, скажем, трудоемком исполнении. А повседневная пища, правильно тут вот сказали коллеги и друзья, что каждый день так не будешь готовить, надо идти в поле работать и там другие дела делать. Поэтому все попроще. Попроще, ну, то же самое, мясное, мучное, вот это щитокаша. То есть хозяйка наваривает щины сразу на целый день, хлеб она делает на несколько дней печет, то есть вот чтобы экономить силы для работы. А когда праздник, вот тогда уже более трудоемко. Ну, вот насчет обыденный день, когда кушает, в принципе, у татар, конечно, это точно как и у русских, это был суп, конечно, да, но опять-таки у нас у татар был более проще суп. Это, в принципе, сегодня все знают домашняя лапша, которая покупается уже, в принципе, в магазинах, продается. Это, в принципе, чисто татарская кухня. То есть чем она была практична. Это, по сути дела, бульон кипятил, то есть взял, скипятил бульон, лапшу нарезал, просушил, вот он лежит где-то. И она буквально взял бульон, прибежал с поля, как говорится, поставил кастрюльку, как говорится. Через час все готово. Да, не через час, через 15 минут, по сути. Главное, чтобы бульон скипел, положил туда эту лапшу, тукмашми его называем, и, по сути дела, готово. То есть, естественно, оно и в праздник у нас татар кушает, и, в принципе, ежедневно, то есть, обыденно. А как вы сказали лапша по-затарски? Тукмаш. Отсюда говорили тукмачев. Тукмачев. Это, кстати, слово... Наша редактор Анна Лапшина. Привет. Кстати, вот этот тукмач, что интересно, кстати, некоторые названия блюд происходят от каких-то, допустим, чак-чак, из чего происходит? Потому что, когда его бросаешь в жир, чак, то есть, ну, брызгает. Брызгает, да. Звук издаёт, да. Об этом должен был раньше спросить. Чак-чак назывался, да. Но тукмач — это от слова... То есть, ты ножом быстро-быстро стучишь, как говорится, тук-тук-тук-тук-тук. И от этого произошло, как говорится, тукмач. Вот, в принципе... Тук — это звук, а мач — это как бы характеристика того, кто издаёт это. Уважаемые гости, у нас время безумно летит. У нас ещё вот должны мы в конце дать слово Гаддунуру, Камаладзину по немножко другой теме. Я хочу вас спросить, вот раз мы о быстроте уже заговорили, быстроте приготовления пищи, в исламе отношения к фастфуду. К фастфуду? Ну, понятие, когда про Али Салям пришёл, понятия не было, понятие фастфуд, да, это современность. В принципе, да, быстро приготовить, ничего страшного нету. Ну, быстро есть, конечно... Я имею в виду заведения, которые традиционно позиционируют себя как фастфуд. Таких не было ведь раньше. Да, в то же время этого не было. Задача только в том, что по исламу, чтобы там не было свинина, там не должно быть спиртное, там не должно быть всякие блюда, которые действительно могут вредить твоему организму. В принципе, вот, позиция такова. То есть, с этой точки зрения можно сказать, что некоторые фастфуд всё-таки неправильные блюда. Потому что вредит здоровью. Давайте ещё буквально вот минуты-полторы, да. Габдунур, наши коллеги, ну, я имею в виду Эхо Москвы, столичная, тут, безусловно, говорили на эту тему. Я имею в виду решение суди Южно-Сахалинского суда Натальи Перченко по поводу признания экстремисткой книги мольбы, мольба к Богу, её значение и место в исламе. Вы как такую официальную позицию по этому поводу Ну, что я хочу сказать. К сожалению, сегодня вот некоторые вот на имени ислам хотят себя зарекламировать. Прежде всего, выносить те или иные решения по той или иной книге, допустим, да, человек должен быть специалистом. по этим. Вообще, значение этой книги в чём заключается? мольба — это обращение к Богу, как говорится. Там, в принципе, действительно, к сожалению, не только эта книга, много книг были в своё время запрещены, включены даже экстремистки, даже мне в мечеть приходили. Даже была такая интересная ситуация. Один из книг меня когда обнаружили, и он был включен в список экстремистки, и когда открывают ребята из силовой структуры, там написано, переведено в Академию наук Российской Федерации, допустим, я ребятам сказал, я говорю, надо академикам задать вопрос, почему же они его перевели? То есть, это просто идёт политика, понимаете, натравливание народов, религий, настроений. Это, в принципе, я считаю, прежде чем вносить те или иные решения по тем или иным книгам, надо всё-таки приглашать именно специалистов, и, во-первых, тех, которые ответственны за ислам, допустим, муфти, учёных, востоковедов, допустим, а то у нас получается какой-то прокурор, ему задали, написали, он взял и вынес. Допустим, вот в России до революции был специальный комиссий, полминуты ещё, да, к сожалению. И мы, конечно, отрицательнее к этому относимся, и думаю, вот Рамзан Кадырф уже, в принципе, поднял этот вопрос, потому что он не просто от себя поднимает, потому что он всё равно видит... Но он с критикой выступил. Да, да, но это не столько его критика, это столько он понимает состояние общества, и нам, ну, нежелательно в России сейчас дальше усугублять эту ситуацию. Ну что, пойдём доедать пахлаву? Да. Угощать, угощать... Всех всего доброго. Всем большое спасибо. Угощать других представителей нашей редакции, сотрудников. Спасибо большое. Азиз Агаев, Кабдунар Камалудин, Ирина Трушкова, Илунур Гусейнов, который чуть позже, чуть раньше, вернее, нас покинул. Спасибо. Следующая программа «Союз нерешимый» в пятницу, спустя две недели, в 13.00. Ждём вас. Да. Спасибо. Союз нерешимый.